Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 50-м уроке видеокурса Это лендинг пейдж для начинающих И в этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволяет делать вот такие вот картинки Вернее, вы загружаете картинки и вот что происходит при наведении мыши Если я навожу на изображение, заголовок поднимается выше, всплывает текст любой какой-то ваш И немножко поднимается картинка и видно сзади такую светло-синюю тень Соответственно, у каждой картинки можно настроить свою тень, свой оттенок Либо их сделать одним цветом Соответственно, цвет у заголовка, у текста, либо одинаковый, либо разный, все меняется И вот здесь вы можете видеть, что здесь шрифт явно отличается от шрифта других вот таких вот боксов То есть можно менять шрифт, любой, абсолютно какой нужен Это можно использовать, например, если вы представляете какие-то свои сайты, свои проекты Или это можно использовать в качестве портфолио Давайте перейдем в программу Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета В Adobe Muse я перехожу в библиотеки и ищу данный виджет Обычным образом перетягиваю его на холст И давайте посмотрим настройки Размер виджета вы можете задать позже То есть вы можете загрузить сначала изображение, а потом подогнать размер, какой вам нужен Настройки довольно-таки просты Самое первое – добавить файл То есть давайте добавим изображение с компьютера Я выбираю изображение и добавляю В миниатюре у нас идет подгрузка в режиме редактирования Мы можем видеть, что изображение наше загружено За угловой маркером вы можете потянуть и увеличить данный бокс до такого размера, какой вам нужен Только учтите, что изображение у вас должно быть хорошего качества Большое изображение Маленькое изображение растянется, качество ухудшится Я надеюсь, вы это понимаете Итак, Background Color Это некий такой градиент, наложенный сверху слева Если я кликну по цвету, например, возьму желтый Вы сейчас увидите, что вот здесь вот слева Видно, да, явно идет такой желтизна оттенок Здесь, к сожалению, отключить его не получается Если, например, он не нужен По-моему, да, автоматически ставится белый цвет Поэтому лучше, наверное, черный Либо вы можете подобрать оттенок вашего дизайна лендинга Я оставлю черный Shadow Tane, второй цвет Уже смотрите на свое усмотрение Можно взять, например, цвет какой-то самой картинки Пипеткой, например Взять оттенок И код оттенка прописать здесь Enter Shadow Tane задали Heading, то есть, смотрите, заголовок Пишите какой-то свой вот в этом поле Ниже Размер заголовка Можете увеличить или уменьшить В предпросмотре сразу можете видеть Можно ли сделать размер побольше Если размер слишком большой Видите, делится заголовок на две строчки Ниже цвет заголовка Можете поменять цвет И смотрите, сразу проверим, давайте, как работает шрифт В настройках виджета нету выбора шрифта Вы можете просто выделить ваш виджет Выбрать в Muse инструмент текст И выбрать необходимый вами шрифт Давайте уменьшим заголовок Поставим 25, например Все равно много 20 Идем далее Description Ну, это описание Пишите что-то свое Это то описание, которое будет всплывать При наведении курсора на данный бокс Размер Также ниже Это размер Вот этого подзаголовка Всплывающего текста И еще ниже цвет Выбирайте этот цвет подзаголовку Я оставлю белый И самая последняя настройка Link Если нужно, чтобы По клику на этот бокс Перекидывал на какой-то адрес То вот здесь решетку вы стираете И вставляете URL Enter И давайте в предпросмотре посмотрим Что у нас получается При наведении мыши Вы можете заметить Что вот левый затемненный угол Он исчезает Когда мы наводим мышь Обратите внимание Картинка представлена в полном цвете Вот так работает данный виджет Текст заголовок желтый поднимается Вы видите Идет подзаголовок текст Видно, что у нас все работает Сзади синяя голубая рамочка И видно, что мышка курсор превращается в пальчик Если я кликаю Меня перебрасывает на тот адрес Который я указал Далее вы двигаетесь очень просто Вы просто зажимаете Alt на клавиатуре Левой кнопкой мыши зажимаете Виджет тянете И это делаем мы дубликат Столько Сколько вам потребуется Настраиваете расположение Опять зажимаете Alt При каждом дублировании Делаете столько Сколько нужно копий А потом Вы просто заходите В каждый следующий бокс Меняете изображение на другое Меняете заголовок Описание И так далее Надеюсь, здесь уже объяснять не стоит Все понятно и так Данный виджет, если вас заинтересовал Под этим видео будет ссылка на мой сайт Перейдете и там без проблем Скачаете данный виджет себе На этом я заканчу данный видеоурок И увидимся в следующем Наверное, трудно представить себе Современный лендинг пейдж Сделанный в Adobe Muse Без сторонних виджетов А где же их взять, спросите вы Специально для вас я подготовил Пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас Всего в 2 клика Вы сможете скачать Абсолютно бесплатный Потрясающий виджет Например, меню для мобильных устройств Несколько вариаций мобильных меню Уникальные слайд-шоу Всевозможные эффекты с текстом Круговой прогресс бар Маска с текстом И многое другое Чтобы скачать виджеты Перейдите на мою страничку Адрес, который вы видите у себя на экранах Просто впишите сюда Свой рабочий электронный ящик И нажмите на кнопку Забрать виджеты К вам придет письмо С подтверждением вашей электронной почты Обязательно подтвердите Иначе виджеты не придут к вам на почту Второе письмо придет к вам автоматически Где вы сможете скачать 121 виджет Делайте лендинг пейдж Делайте их круто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok